Продолжение следует... Продолжение следует... В Казахстане экстремистской организации не считаются. Хотя в той же соседней России свидетели Иеговы уже два года как признаны сектой и подвергаются аресту и суду. Во время конференции Иван Дорошин, кандидат философских наук, приглашенный из Саратова, рассказал, какие риски этноконфессиональной напряженности и единства нации создают подобные экстремистские организации. И в случае религиозных общностей это путь к протестантизму, к салафизму и так далее. Иной путь, как альтернатива социальной атомизации, это, конечно же, создание работы над стратегией государственной национальной политики. Но в Казахстане на первом месте стоит вопрос о распространении исламского радикализма, так как большая часть населения страны исповедует ислам. К примеру, даже на обитателей тюрем и лагерей в Казахстане, кроме сугубо криминальных структур, оказывает влияние исламские фундаменталисты. Эксперты опасаются, что тюрьмы имеют основание превратиться в университеты исламской революции. Поэтому усиленная работа по профилактике религиозного радикализма ведется и в местах не столь отдаленных. Возможны задачи не только по выявлению и пресечению террористических и экстремистских преступлений, но и профилактика указанных явлений, проведение работ по отречению от радикальных идей. Также огромное внимание стоит уделить и развитию религиозного радикализма в интернете, потому как пользователями мировой сети в большинстве своем является молодежь. Она и становится жертвой вербовщиков. Есть какой-то призыв. Начинаешь этот призыв более тщательно, глубоко расшифровывать и начинаешь смотреть комментарии. Если эта статья очень актуальна, то практически где-то около 120-150 человек моментально в течение определенного времени, это где-то около 15-20 минут, делают определенную статью в своих комментариях. И сегодня народ обращает внимание. Мы сами, наверное, здесь молодежь тоже сидит. Многие начинают читать комментарии. И сравнительно анализируем ту или иную статью, которая выходит сегодня. По завершении Международной научно-практической конференции участниками планируется принятие специального обращения к общественности. Антон Киселев, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Сегодня состоялось мероприятие, посвященное столетию со дня рождения ветерана войны и труда Ермик Алисия Регбаева. Почтить память ветерана собрались Акимобласти, сотрудники Совета ветеранов и те, кто работал вместе с Ермик Алисией Регбаевым. Марина Горбук продолжит. Ермик Алисия Регбаев родился 13 декабря 1914 года в Тайпакском районе Западно-Казахстанской области. Окончив педагогический техникум с 1936 по 1972 год работал в Буано. Также занимал должность в органах управления и общественных организациях области. В годы Великой Отечественной войны прошел нелегкий путь от Сталинграда до Берлина. Ерик Алисия Регбаев посмертно был награжден медалью в честь 70-летия освобождения Белоруссии. Сегодня Акимобласти Руан Могаев вручил награду сыну ветерана Ержану Серегбаеву. Проведение подобного рода мероприятий – это закономерно. И я считаю, что стоит дать дань уважения и сказать большие слова благодарности организаторам. Это Совет ветеранов Западно-Казахстанской области по главе с Марсагалей Аблакасымовичем. На мероприятии присутствовали те, кто был знаком с Ермик Алисия Регбаева. Хотя он занимал должности руководителя, мы помним его как работающего человека. Всегда поражал его скромность и интеллигентность. Поделились мнением присутствующие. Этот человек является примером сильной и интересной личности для всего подрастающего поколения. Это мероприятие направлено прежде всего на воспитание молодежи, на патриотическое воспитание молодежи, чтобы молодые люди уважали бы старших от того поколения, которое обеспечило нам счастливую жизнь. Марина Горбук, Доуриен Дусимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42. Сила духа. Предприниматель-инвалид открыл свой бизнес и дал работу для 37 человек. Биржан Кужаков рассчитывает только на себя. Как отмечает бизнесмен, большинство банков не хотят иметь дела с инвалидами, а без кредита невозможно расширить производство. Роман Копняев о трудностях и сильном характере. Биржан Кужаков Затем Биржан Кужаков создал свое индивидуальное предприятие и получил первый большой заказ. Там надо было 25 кроватей, 25 тумбочек и 10 шкафов. Вот первый мой заказ и первая моя прибыль, она заказали они на 375 тысяч тенге, по-моему. Вот мой первый заказ. И, естественно, я не истратил, начал покупать на эти же деньги, там дрели всякие, лобзики, ну инструменты. Потихоньку начал набрать. Когда на мебель пошел спрос, предприниматель начал активно участвовать в тендерах. Мебель шла в детские сады, школы, государственные учреждения. В штате созданного ТО уже 37 рабочих, 17 из которых инвалиды. У нас шеф, ну человек с ограниченными возможностями. Это не говорит о том, что здесь трудно работать. Он всегда нам помогает во всем, всегда советы дает. Вот, ну человек такой положительный, с ним можно всегда договориться. Сейчас на предприятии производят 70 наименований различной мебели. Ноу-хау, изготовление национальных сундуков и бесиков. Есть планы по расширению производства, но этому мешает невозможность получить кредит. Банки неохотно работают с инвалидами. Поэтому для приобретения станков пришлось продать квартиру матери и машину брата. Потихоньку начали подтягивать именно инвалиды. Инвалиды колясников, которые без ноги, и инвалиды ДЦП, которые болеют легкими ДЦП. Тяжелые они не могут работать, легкие. Вот, начали подтягивать всех инвалидов. Вот, ну сейчас в данный момент у нас то, пока заказы есть потихоньку, все нормально. И все-таки Биржан Кужаков верит, что поддержка инвалидам будет оказываться не на словах, а на деле. И он сможет открыть филиалы в других городах Казахстана. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабрев, ТДК-42. Сегодня стартовал зимний сезон для детских дворовых клубов. На хоккейной площадке, расположенной неподалеку от областного маслехата, состоялось открытие спортыкиады. Мальчишки с азартом играли в хоккей, а спортивные чиновники заявили, что встать на коньки сможет любой желающий гражданин. Благо, для этого имеются все условия. В то, что в хоккей играют настоящие мужчины, Сергей Бенслеру рассказал его дядя, который сам увлекался этим видом спорта. Мальчишка одел доспехи и встал на ворота. Теперь мечтает играть как третьяк. Я начал играть в хоккей, мне он очень понравился. Я всегда с ним играл, но я хотел. У меня дядя просто был воротарем, и я тоже стал воротарем. А с чем воротарем особенно от игры? Все так сложное? Ну, мне кажется нет, но мне нравится хоккей. А есть синяки после ударов? Нет, шрамы только. Спортивный клуб «Намыс», который финансируется из городского бюджета, подготовил к зиме массу спортивных мероприятий. Спорта-океада пройдет по нескольким видам спорта. Победители и призеры получат заслуженные награды. Совпало, что и выпал первый снег, и мы планировали открытие нашего зимнего сезона среди дворовых клубов. У нас сегодня планируется спорта-океада, ну, в рамках права проведения спорта-океада «Веселые старты» и «Риг-бенди». Ну, в данном мероприятии принимают все желающие, ну, 16 дворовых клубов и дети-воспитанники областной детской спортивной школы по хоккею в США будут. Для взрослых в городе будет где покататься, заявили в городском отделе физкультуры и спорта. В этом сезоне Акиматом города планируется предусматривать заливка порядка 40 катков. Это 12 катков хоккейных коробок непосредственно во дворах города Уральска. 20 катков по системе образования, городского системы образования непосредственно во дворах общеобразовательных школ. Ну, также традиционно у нас заливаются катки на площадь Маншук-Маметова. У желающих покататься на коньках есть масса возможностей это сделать. Главное желание. Роман Копняев, Айбулат Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Сегодня экстренные службы распространили штормовое предупреждение. По данным филиала Казгидромет по западно-казахстанской области, 6-7 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 16-21 градуса, местами 24 градуса мороза. В связи с этим организациям необходимо обеспечить бесперебойную работу системы энергоснабжения, а населению по возможности ограничить выезды за пределы города. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова